Секреты успеха из первых уст о своих шагах в большой спорт известные спортсмены сегодня рассказывали чебоксарским школьникам. На встречах с ребятами гости торжественной церемонии открытия Ледового дворца вспоминали и интересные истории. Подробности в следующем материале. К встрече с Ириной Слуцкой в третьей чебоксарской школе начали готовиться задолго. Актовый зал украсили шарами и самодельными плакатами с ее изображением. Двукратная чемпионка мира признается, что приезжая в каждый регион, она всегда старается выкроить время для общения со школьниками. Увлекаться спортом фигуристка начала в этом же возрасте. И сейчас она с удовольствием делится с детьми секретами своего успеха. Приучать к спорту, к здоровому образу жизни это очень важно, потому что спорт это не только спорт высоких достижений. Спорт это дисциплина, спорт это здоровье, спорт это правильное развитие организма. Здесь какая-то такая совокупность, но я думаю, что на сильный мил не выйдешь, поэтому заставлять неправильно. А вот направлять, может быть, как-то в виде игры привлечь ребенка к тому занятию, которым он, может быть, даже не очень хочет заниматься. Но вот именно привлечь, да, но если уж совсем никак, я бы, наверное, не настаивала. Самое главное – это подход к ребенку, потому что тренерский персонал – это очень важно, потому что тренер может как и предложить спорт, и ребенок его полюбит, или наоборот, оттолкнет. Чтобы задать свои вопросы, ребята выстроились в очередь. Хорошо ли будущая чемпионка училась в школе? Насколько тяжело фигуристке давались первые тренировки? И кому она посвящает все свои победы? Ирина Слуцкая не отказывалась отвечать даже на каверзные вопросы. Ученики этой школы с известной спортсменкой мечтали пообщаться давно. Некоторые ребята уже всерьез увлекаются фигурным катанием. Я тоже хочу ходить на фигурное катание. Я, ну, хожу на лед, ну, катаюсь немножко. Я сначала не умела кататься, у меня бабушка учила, потом на льду у них рядом был. Потом я сама научилась кататься. Ирина Слуцкая, вот, которая сегодня приехала, это вообще для нас эталон. Мы ее очень любим. Я ее представляла сама лично, очень крупной, габаритной, а она, оказывается, совсем миниатюрная такая, миленькая. Фотографии на память с известной спортсменкой появятся у всех учеников. Общий снимок сделали прямо у входа в школу. Фотографироваться и раздавать автографы ученикам не отказывал и президент Федерации хоккея Владислав Третьяк. В Чебоксарах он побывал на импровизированном спортивном бульваре и встретился с юными хоккеистами. Известного спортсмена они не отпускали долго. Вместе с ребятами Третьяк вспоминал и о своих первых матчах с канадцами. Они с нами вообще не здоровались. Даже один журналист написал, что вот мы из восьми матчей, все восемь матчей выиграем у этих любителей. А Третьяку забьем столько, сколько мы захотим. И если это не произойдет, я статью съем в присутствии всех хоккеистов сборной страны Советского Союза. Нам это сказали, а мы первую игру выиграли. Да, кстати, канадцы нам руки не стали жать. А мы подошли, говорят, ну это товарищеские игры, почему нам руки не жмете? У нас такая победа, а канадцы не поняли, кто приехал, кто их обыграл. По стопам Владислава Третьяка пошел и его внук Максим. Сейчас он играет за команду ЦСКА и готовится к молодежному чемпионату мира. Начинающий спортсмен, как и дед, защищает ворота. Но в детстве вспоминает Третьяк, он хотел стать нападающим. Он полгода позанимался и говорит, дедушка, давай посмотрим игры с канадцами в 1972 году. У вас такие драки были, давай посмотрим. Ну мы, я ему поставил фильм, и там все канадцы без зубов, все. И он говорит, дедушка, а почему они без зубов-то все? Я говорю, ну они нападающие. Понимаешь, шайбы попадают, клюшкой, борт. И у них все передние зубы не свои. Дедушка, а у тебя свои? Я говорю, у меня все свои, я в маске всю жизнь. Вот, и поэтому у меня все зубы свои натуральные. Тогда мне Максим говорит, дедушка, ты знаешь, что-то я больше нападение не хочу играть. Пообщалась с юными чебоксарцами олимпийская чемпионка Елена Бережная. В день ее визита на территории 27-й школы решили заложить аллею победителей. Одно дерево посадила и сама фигуристка. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова